привет друзья с вами ольга бронина вы на канале про нарса и в этом видео и это видео начинает цикл нескольких видео мастер-класс по акриловой заливке в этом выпуске хочу рассказать о материалах на чем можно заливать на чем можно делать акриловые заливки и как подготовить эти материалы для картин жидким акрилом хотела сделать в одном выпуске но потом поняла для того чтобы действительно было все понятно и охватить все моменты все нюансы в одном выпуске один выпуск да неплохо но он будет длинным нудным и досмотреть до конца наверное будет сложно поэтому решила сделать несколько выпусков которые будут посвящены разным моментам такого творчества как акриловая заливка лид арт и так начал можно делать заливки на чем угодно можно делать залив конечно нужно обратить внимание на подготовку таких материалов то есть можно делать и на двп на аргалете на холстах на стекле и так далее но давайте по порядку вот у меня есть двп обычный двп совершенно обычный двп для того чтобы сделать на нем заливку нужно обязательно предварительно его покрыть либо грунтом либо покупным грунтом для акриловым грунтом либо я делаю самодельный грунт называется гесса ссылочка будет в описании на видео как его готовить либо просто его просто его покрасить акриловой краской вот такой вот вот акриловая главное чтобы она была моющийся неважно какой производитель акриловая и моющийся акриловая моющаяся краска просто покрываем красим поверхность высохнет через сутки уже будет совершенно сухая и можно будет делать заливку вот на таком двп я не пробовала так думаю что все-таки он будет у нас немножко гнутся но после высыхания он как правило приобретает опять же свою форму дальше любимый мой материал это арголит сейчас я покажу его без картины арголит арголит бывает ламинированный как это бывает не ламинированный простой что такое арголит это тот же самый двп только он чуть более плотней и обратная сторона у него шершавая видите как даже ходит на холст чем-то вот эти вот пупырышки так его вот мебельщики его называют черняга художники его называют арголит идеальный материал для заливок это в том случае когда допустим ламинированная сторона вы заливаете на этой стороне вам не нужна имитация холста заливаете сразу просто на ламинированную сторону единственное что нужно обязательно сделать это я делаю вот таким покупаю асептали 90 процентный спирт другого у нас продажи нет просто вот обезжириваю вот эту сторону вот эту картину да вот эту картину я заливала без обработки сидите ровненько хорошая то есть ее можно просто поставить в раму и повесить на стену вот видите даже такая вот как бы имитация холста люблю этот материал очень часто делаю да не очень часто вообще на самом деле все учебные и такие тренировочные работы я делаю на арголите это удобно и вот даже видите здесь была картина сделана феном я думала что феном наверное не поедет по такой шероховатой поверхности нет краска поехала хорошо в общем так хорошо легла замечательно это вот что касается арголита то есть и на этой стороне можно заливать сразу и на это можно сразу можно не готовить но в идеале конечно если вы будете делать картину то лучше покрасить краской акриловой моющейся краской белой покрасили и уже точно будете знать что дальше первые свои картины я рисовала кистью планирую возобновить вот это тоже арголит тоже арголит но он обтянут холстом это обычная двунитка в магазине ткани она называется двунитка я ее приклеиваю смазываю лист арголита клеем приклеиваю двунитку здесь все на сквозь проклеиваю здесь тоже на сквозь все проклеиваю сюда заворачиваю проклеиваю видите даже уголки такие довольно плоткие получились и обратную сторону я заклеила самоклейкой чтобы как-то было более-менее эстетично у меня тоже черновик затем грунтую тоже обычной белой акриловой строительной краской сейчас могу даже показать вот готовая картина уже лаком покрыта это на холсте сколько я уже вот это я не помню есть картины которые задержались три года и ничего с ними не происходит но это акрил в общем то почему холст потому что на гладкой стороне рисовать как-то но я вам скажу неприкольно на самом деле потом есть я рисовала я рисовала кистью просто нашершавой вот этой стороне покрыла я краской или сама скажу что не очень потому что вот у них прокрашивается вот эти вот то поэтому лучше загрунтовать лучше загрунтовать просто на 1 раз Либо на 2 раза, 3 раза покрасить белой акриловой краской. Тогда будет удобнее. Но мне нравится рисовать на холсте. Ну, то есть, я на арголит наклеила холст. Вот здесь наклеен холст. И рисовала на холсте. Ну, не знаю, мне так больше нравится. Как-то и краска ложится по-другому, и выглядит всё это более эстетично, что ли. Дальше. Вот такие работы тренировочные тоже я делала на пеноплексе. Значит, единственное, что скажу обязательно. Пеноплекс перед заливкой нужно обязательно покрасить краской белой. Белой строительной моющейся краской. Тогда ложится хорошо. Я другую картину делала, не покрасила. И проглядывала пеноплекс. Мне пришлось там немножко это всё завуалировать. Но мне не нравится, в общем. То есть, ну вот, самый дешёвый материал для тренировочных работ. То есть, вот, лист пеноплекса стоит 80, если я правильно помню, да, 80 на 120, 80 рублей. Где-то, может быть, даже дешевле можно найти. То есть, вот, скажем, половина этого листа будет стоить вот 40 рублей. Ну, где ещё дешевле найти материал для тренировочных работ. В общем-то, можно и сделать и полноценную картину. Вот, на самом деле, нелёгкий. Тут вот дырочку можно просверлить чуть-чуть, там, для ножничками. И на гвоздик её вот повесить. Вот, будет отлично висеть картина. То есть, самый бюджетный вариант. И, скажем, вот эту, как-то делаю. Фу, как он прокинут, тащит. Вот, вот, ничего, ничего с акрилом не сделать. То есть, она даже лаком не покрыта. Если такую картину сделать, лаком покрыть, будет висеть. Ну, насчёт вечно, не знаю. Но долго это точно. А, вот ещё я делала на ламинированной стороне. Очень хорошо на ламинированной стороне идёт краска. Тоже ничем не обрабатывала. Сразу была ламинированная сторона, это арголит. Вот, и сразу делала. Вот, прекрасно ложится краска. Это тоже у меня тренировочная работа. Вот ещё один вариант. То есть, пеноплекс. Я на пеноплекс наклеила холст. Два нитку. Вот. Прогрунтовала. Не грунтовала или просто красила. Просто красила, да, даже не грунтовала. Просто красила, вот. И сто, вот, как можно сказать, что это какой-то пеноплекс, там, обтянутый холстом. Ну, картина тренировочная, конечно. Я к тому, что это тоже прекрасный вариант для создания картин. То есть, если, допустим, вы делаете картину в подарок, либо для себя, либо ещё для каких-то, вот, скажем так, ну, не на продажу, то вполне этот материал идеально подойдёт. Его можно и в раму вставить, можно просто так повесить. Можно обтягивать холстом, можно не обтягивать. Ну, лучше, на мой взгляд, обтягивать, смотрите, конечно, поинтереснее. На чём, на чём ещё можно заливать? Можно заливать на фанере. Можно заливать на дереве. Вот, деревянные доски. Можно заливать на стекле. Вот моя первая работа. Я делала точечную роспись на стекле. Уже мыла, бог знает сколько раз, эту кружку, потому что она у нас активно используется. И абсолютно ничего, видите, с ней не делается. То есть, помыла, тёпленькая водичка с губочкой и нормально. Всё на месте, никуда ничего не делается. С деревом немножко больше ванипуляции, ну, буквально там на 5 минут. То есть, вот фанеру, пожалуйста, тоже можно заливать. Можно заливать вот такие вот доски. Крупы, овальные, какие угодно. Что нам обязательно нужно сделать? Вот обязательно с деревом. Вот. Акриловая грунтовка. Акриловая грунтовка. Что мы делаем? Мы наливаем грунтовку. Берём кисточку. И проходим. Просто грунтом. Ну, те, кто занимаются росписью на дереве или там другими работами, это, конечно, прекрасно знают. Ну, вот, акриловые заливки тоже просто сразу на деревянной поверхности сделать нельзя. Объясню сейчас, почему. Вот мы её покрыли и вот пускай засохнет. Вот она высохнет. И когда она высохнет, через сутки, вот так вот посмотрите, вот так вот, на неё вдоль, вот уже она, уже, я не знаю, наверное, вам не видно будет, вот так вот, уже стала ёжиком. То есть, дерево, оно же очень впитывает. И вот эти вот маленькие, малюсенькие волокна, они дыбятся, поднимаются, и я называю, получается, ёжик. Значит, как только высохла, через сутки, нужно пройти с шкуркой. Шкуркой буквально не надо, никакой там особенной, обычной нулёвочкой, вот обычной нулёвочкой. пройтись по ней и ещё раз загрунтовать. Ещё раз загрунтовать. И ещё раз пройтись. Вот так два, может быть, даже три раза, вы рукой проведёте, если вы почувствуете, насколько гладкая поверхность. Вот у меня есть уже обработанная и уже загрунтована белой краской. Вот. Его даже видно, что он у нас ещё, шкуркой не обработал. То есть, вот тут два раза была грунтовка жидким грунтом, праймером, и два раза была грунтовка краской. Я их ещё не проходила. Вот так проходите, прямо нулёвочкой, не сильно, чуть-чуть, без нажима. Вот, видите, гладенько. И ещё один важный момент. Шкуркой надо работать обязательно вдоль волокон. Вот так вот тут волокна дерева. То есть, вдоль волокон, поперёк не надо. Вот это то, что касается заливок на дереве. Вот единственное, что нужно предварительно загрунтовать. Сначала жидкой грунтовкой и пройти шкурочкой. Желательно всё это делать по два раза. То есть, жидким грунтом два раза, шкурочкой два раза, и потом загрунтовать белой краской. Тоже лучше на два раза. Потому что дерево, да, имеет свойство становиться таким вот небольшим ёмким. Делают, в магазинах продаётся ещё холст на картоне. Единственное, что я ни разу не пробовала, это холст на картоне. Я думаю, что для акриловой заливки всё-таки краски там не один мазок. Окраска наливается. Поэтому, на мой взгляд, холст на картоне не подходит для акриловых заливок. Но я бы не стала рисковать, потому что, мне кажется, всё равно картон просядет. Как бы он там ни был обтянут холстом, загрунтован и так далее, но тем не менее. Сейчас заливки я в основном делаю на холстах. Вот на таких хвостиках. На больших. На таких больших холстах. Холсты я делаю сама. Ну, мне нравится это занятие. И подрамники более такие существенные, нежели покупные. Проклеиваю сама, грунтую сама. И заливаю сама. Тоже. Значит, что я посоветую? Для вот таких вот покупных холстов, покупные холсты, мне не очень нравится, как они загрунтованы. Поэтому, что я делаю? Покупной холст, я перед заливкой обязательно дважды прохожусь жидким грунтом. Что такое жидкий грунт? Для акриловых заливок идеально подходит жидкий грунт в составе акриловой краски строительной. Вот, еще раз покажу. Строительной краски белой. И акрилового лака. 50 на 50. То есть, часть лака и часть краски. Делаю вот такой вот. Вот делаю жидкий грунт. Вот он у меня. Жидкий грунт. Наливаю. И мусор распределяю. Покажу на маленьком холстике. Ну, холстик. Как я его сболтала. Сболтала. Ну, на маленький, конечно, немножко совсем налью. И прямо губкой Ой, что это у нас? Столовата будет. Тык. Еще чуть-чуть. И прямо губкой прохожусь вот так вот. По холстику. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Немножко вот проходите несколько раз. Уже чувствуете, что как бы появилось небольшое трение. Последний раз совсем легонечко. Так. И, конечно же, бокамушки. То есть, что у меня тут. Ну, так вот. Прошлась, поставила сушить. Все. Самодельный я тоже обязательно прохожу из жидкого грунта. Покупный, так, мне кажется, обязательно надо. Почему? Потому что вот был у меня мастер-класс и делали заливочку. Поставили стакан на холст. И довольно долго он простоял. То есть, не сразу убрали. Стали разливать. И потом я обратила внимание, что с обратной стороны вот это пятно от стакана с краской. Оно не просочилось, но оно было на той стороне. Вот. То есть, вот здесь вот, да, вот было такое вот синее, допустим, там, пятно. Вот, во-первых, это, конечно, не очень красиво. Когда... Когда дома-то ладно, никто на самом деле не увидит, что там дальше. Но если на продаже, то здесь вот такое пятно, это, конечно, не физично. Вот. Поэтому обязательно лучше пройтись ещё раз жидким грунтом на пару раз. Это как минимум. Ну, на два раза, как обычно, как правило, этого достаточно. Значит, что ещё касаемо под подготовки холстов? Обязательно. Надо заклеить обратную сторону полярным скотчем. Как я заклеиваю? Вот. Обязательно надо проклеить. Прямо хорошо так притереть, чтобы у нас краска не затекла на обратную сторону холста. Прямо вот хорошо. Тут вот не больше много краски, поэтому можно скотч... Скотч широкий, поэтому можно на один раз. Как обычно, я даже две клею. И ещё один момент. Если где-то вы найдёте... Это, конечно, касается холстов на подравниках. Большие такие кнопки есть, знаете, вот такие прям большие, с большими шляпками. То можно просто сюда воткнуть кнопки в качестве ножек и поставить, чтобы вот у нас холст не плавал в краске. У нас больших таких кнопок нет заказывать. Мне что-то как-то их там нужно огромное количество. Мне это неудобно. Вот. Я делаю вот такие ножки из баночек из-под краски. А они мне всё время служат. Но предварительно обязательно наклейте малярный скотч. Почему? Потому что теперь я буду наклеивать двухсторонний скотч. И его потом от банки полностью удалить вообще невозможно. Он какой-то прорезиненный, что ли, не знаю. Вот все они будут делать. Вот я на малярный скотч наклеиваю двухсторонний скотч и потом приклеиваю вот сюда. Вот. И у нас вот так она стоит. И в краске только у нас получаются ножки. Потом картина высохнет. ножки сняли. И потом вот так вот снимаете этот скотч вместе с двухсторонним. Это удобно. То есть, не надо я первый раз наклеила просто так. И потом долго и нудно отскребала этот двусторонний скотч. Вот такие вот получаются ножки. Удобно. еще один магнит. Вот. Катюшку убрать. Видите, картина, да? Вот как заливается краска. То есть, вот в этом случае нисколько краски не попало на обратную сторону. Почему здесь пеноплексы? Когда холст не такой вот, а чуть-чуть побольше. Видите, он даже вот с этим, то есть, и краска наливается побольше. И, допустим, чтобы она не собиралась в центре или еще где, я обязательно подкладываю под низ кусок пеноплекса. То есть, вырезаю по размеру, вкладываю туда и приклеиваю малярным скотчем. Так я точно знаю, что у меня будет высыхание картины происходить равномерно. То есть, все высохнет равномерно, у меня есть видео по поводу испорченной картины. Я там подробно объясняю, почему надо обязательно делать подложку. Вот, если вы, допустим, делаете в какой-то технике, которая, ну, допустим, разливаете краску феном, то, скорее всего, там не будет таких проблем. Но, если вы делаете заливку и где-то вы что-то не уследили, что у вас где-то побольше краски получилось где-то поменьше, то вот такой вот вариант, просто идеальный. В любом случае краска все равно распределится равномерно по всему холсту и уже каких-то трещин, пересыханий, недосыханий у вас не будет. Вот такой момент. еще раз хочу обратить внимание по поводу холстов. Почему мне нравится заливать на холстах? Потому что холст вот с такой галерейной натяжкой не нужно будет обрамлять затем в раму для того, чтобы повесить. потому что вот взять вот такую картину на арголите, как вы ее повесите? Конечно, можно здесь что-нибудь придумать на жидкие гвозди, но она все равно со временем, вот арголит, все равно будет гулять, поэтому вот картину на арголите лучше, конечно, обрамить в раму, упаковать, скажем так, в раму и затем повесить. Поэтому галерейная натяжка чем и хороша? Тем, что можно просто повесить без рамы, без ничего, потому что рама все равно она же утяжеляет картину, да и это лишние затраты, но это уже кому как нравится. В следующем видео я буду рассказывать об инструментах, то есть какие нужны инструменты для акриловых заливок, что нужно приготовить, чтобы было под рукой, чтобы вам было удобно, чтобы скажем, в ответственный момент не бежать, не искать то, что нужно. Будет подробное видео о инструментах. Далее будет выпуск о самих красках, то есть как разводить краски, чем разводить краски, разные будут варианты и так далее. И четвертое видео будет полностью посвящено строительным колерам, т.е. у меня есть заливки, сейчас покажу, вот допустим заливка, которая сделана с применением колеров, разберем подробно как их разбавлять, как их смешивать, что с ними делать, как, и наверное будут еще выпуски, я думаю в дальнейшем то есть получится такой объемный подробный мастер-класс на несколько выпусков, так что нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал, если вы действительно увлечены этим видом творчества, то думаю, что подробные мастер-классы будут совсем не лишними, вот честно говоря, если бы год назад, когда я увлеклась флюидартом, мне попался бы такой подробный мастер-класс, я бы сэкономила ну вот просто кучу времени, потому что очень часто приходилось что-то узнавать методом, скажем, антинаучного тыка, то есть что-то было даже испорчено, что-то было сделано не так, но это не страшно, то есть ну это надо сказать, что очень хорошая экономия времени сразу сделать так как надо сохраняйте себе видео, делитесь к себе в свои социальные сети на страничку, чтобы у вас всегда эти были видео под рукой, но постаралась осветить все материалы, на которых в общем-то заливать, пишите свое мнение, с удовольствием пообщаюсь, если вам видео показалось полезным, а может быть понравилось, ставьте лайк, пальчик вверх, пишите комментарии, пишите ваши отзывы, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу, с удовольствием пообщаюсь, может быть сами что-то предложите новое, может быть что-то я упустила, укажите мне на это, с удовольствием пообщаюсь с творческими людьми. Спасибо, что посмотрели, всем пока и успехов вам в ваших творческих начинаниях. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok